здравствуйте сегодняшняя тема она просто обожаема наверное всеми это орешники и я хочу сказать что если вы еще и подписались на наш канал на ю тюбе голова садовая тети таня там можете смотреть в хорошем качестве неоднократно все что я рассказываю но тема орехи в сибири фундук это круто а круто потому что из сада крутовского этот орешник у меня есть и лещина которая зеленолисная а это называется фундук краснолисный вот когда у него листики новые начинают вырастать они видите с красным таким отливом по краям потому и краснолисная фундук он гораздо крупнее чем сама лещина вообще орешник в сибири почему-то редкость хотя в принципе условия западной россии и наши для него совершенно подходит но предыстория этого орешника она очень интересна мы все садоводы ага купили посадили растет ой что-то не так ой не там ой пересадили туда-сюда по всему участку таскаемся как кошки с салом а этого нельзя делать но я не таскалась с этим орешником я просто поступила мудро видя что у него начинают зацветать первые сережки как я понимаю мужские в одно время через две недели он формирует другие сережки и зацветает женскими сережками и пыльцу с первых сережек надо собрать и потом искусственно опылить вторые мне этот вариант но как-то не очень подходил я просто махнула на него рукой куст был огромный и он мне как бы поднадоел я решила развести здесь на этой клумбе цветы но когда я срезала весь этот большой орешник я обнаружила что там под листьями орехи то есть я их просто не видела оказывается принимая вот такие соцветия за листья а это гранка образуется вот она вот она посмотрите он уже отцвел и он успела пылиться бедняга без моего участия и теперь я дала ему право расти как всем остальным на этом участке чему я очень рада вот знаете он настолько хорош декоративно листья красивые крупные всегда вот есть этот красный налет который потом в зеленые переходит да но у лещины немножко помельче листья но зато орехов побольше и это украшение сада и никто даже с этим спорить не будет чтобы получить от него плодоносящие куст такой же желательно конечно взять прикорневые отростки и они у него появятся потому что деваться вот они пожалуйста вот прикорневой отросток видите его можно откопать и пересадить и он также прекрасно будет плодоносить но фундуки в нашем крае они конечно не имеют такого размера как южный фундук но на самом деле это южный он скрещен с лещиной один раз потом скрещен еще раз фундуком и только потом появилась вот это растение он достаточно зимостойк он не вымерзает никогда такого не было за много лет и я очень рада кормить его кормлю если я несусь мимо к помидорам с чем-нибудь плескану и ему не плескану он на это не обидится он сбрасывая свои собственные листья он этим и питается то есть вот его конечно кто-то там вот видите немножко подъедает листики вот есть дырочки но это настолько незаметно поэтому если один раз осенью его как и всех опрызнуть бордоской а в начале сезона когда листья появились опрыскать десосом там актарой командором ну неважно фитовермом ага этим агровертином этого вот так достаточно чтобы ваш орешник и плодоносил как мой красавец боже мой я так рада но это просто невероятно вот увидеть в такой стадии орехи это просто невероятно представьте как мало надо человеку чтобы быть счастливым я думаю что в вашем саду есть не только такие растения пойдемте еще кое-что покажу вот она посмотрите как как расположены листья да это просто математическое что-то вот они попарные видите это новые веточки это растение она подмерзает но с ним можно справиться а вот название у него цветет желтыми цветами по всему стволу обалденное зрелище рано весной еще никто не цветет а это форзиция и она цветет просто потрясающе вот чтобы не происходило подмерзание такого куст не очень высокие у нее вот чтобы это растение меньше подмерзала надо вот эту макушечку с 20 августа до 25 взять и убрать почему именно в это время я вам рассказывала про смородину для того чтобы вызрела вот древесина этого стволика а зачем нам она чтобы вызрела а чтобы растение гораздо проще и без потерь перенесло жестокую сибирскую зиму но делать это надо в конце августа только потому что уже не будет прироста вот этих боковых веток их тоже кстати прищепнуть придется если есть возможность пригнуть его и прикрыть сахарными мешками это будет круто это будет замечательно потому что воздух проходить будет влага проходить лишнее не будет никакого выпривания не случится вот это растение она растет вот таком бетонном кольце ну мне так нравится а вот здесь вокруг можно было конечно вывести эту траву называется вероника ползучая но я не могу этого сделать она слишком красиво она такой прекрасный фон для этой форзиции даже не имея цветов сейчас она прекрасно просто вот такие растения они греют душу они нас так радуют и без них просто не обойтись ну а на этом я хочу закончить а то сильно длинный сюжет получился всего доброго вам и до до свидания